Школа номер 14 носит имя Ефима и Моисеевича Фомина уже порядка 15 лет, поэтому на торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски, собрались, несмотря на выходной день и на ненастную погоду, почти все учащиеся учебного заведения. Ведь этот день еще одно напоминание о подвиге и доблести отцов и дедов, тех, кто 70 лет назад защищал свою родину и своих потомков. Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова повторяют уже не одно поколение людей. Ничто не забыто и никто не забыт. Мы не должны забывать и всегда помнить нашу историю. Историю, которая учит нас, как надо жить, как надо поступать по жизни. В далеком 41 году многие защитники Брестской крепости сложили свои головы для того, чтобы положить начало победы в той страшной войне, которую вел советский народ. И полковой комиссар, один из организаторов обороны, Фомин, является образцом смелости и героизма, мужества и преданности своей родины. Не ищите после смерти могилу нашу в земле. Ищите ее в сердцах просвещенных людей. Каждый из выступающих подчеркивал, что именно память позволяет сохранять традиции народные, возвращает нас к истокам, к вечным ценностям. Особые слова благодарности прозвучали от внука полкового комиссара Олега Фомина. Проживая в Киеве, он благодарен брестским властям за ту скрупулезную работу, которая ведется и по сей день по увековечиванию памяти о защитниках крепости. Жизнь его была очень коротка. Ему было 32 года, когда началась война. В эти трудные минуты он смог силой духа своего направить людей на отпор врагу. Героями не рождаются, героями становятся в трудные минуты жизни. Он стал героем, перебором свой страх. Наша семья и я благодарна Лукашенко, президенту Республики Беларусь, о том, что он заботится о крепости, о памяти. Открыли памятный знак мэр города Брест Александр Полошенков и глава администрации Московского района Александр Рогачук. Символично, что участие в церемонии приняли ребята из отряда вахты памяти. Продолжение следует...